Добрый вечер! А теперь о главном. Позавчера началась очередная осенняя сессия Джорг Когмеша. А сегодня она, можно сказать, успешно завершилась. Что бы ни говорили руководители парламента или его депутаты, как бы это ни объяснялось разными политологами или журналистами, что бы за этим реально не скрывалось, такое трудно понять разумом. Как говорил Майкл Корлеоне, это просто оскорбляет человеческий разум. Только не говори, что ты не виновен. Это оскорбляет мой интеллект и очень злит. За эти три дня Джорг Когмеш успел ратифицировать несколько кредитных, грантовых и других соглашений, которые касались, например, водоснабжения и водоотведения в городе Нарен, это с Европейским банком реконструкции и развития, или с правительством Индии об избежании двойного налогообложения. Так что впору даже хвалить их за стахановский труд. Десятая часть депутатов отдувалась за весь 120-членный коллектив. По идее, периодически должны хотя бы рассматриваться какие-то срочные законопроекты. Почему я говорю только срочные? Потому что все остальные могут быть передвинуты, и они могут рассматриваться уже парламентом седьмого созова. Шестой созов может сейчас что доделать? Это международные соглашения какие-то ратифицировать, если это касается грантов. Отсутствие многих депутатов на сессии. Руководство радиоорку Генеши объясняет тем, что из-за эпидемии ковида некоторые народные избранники не смогли летом провести встречи с избирателями, и делают это сейчас. Но работа все равно кипит. Целая ветвь власти функционирует, и ведь все эти соглашения очень важные и нужные. Никто не возражает. Никто и не мог возражать. Просто возражать на сессии было некому. Например, сегодня присутствовало всего около 15 депутатов на сессии. Рассматривалось 11 вопросов, и «за» голосовало каждый раз около 80 человек. Такая практика неявочным порядком установилась давно. И хоть кол на голове тиши, депутаты продолжают не ходить на работу, а их коллеги продолжают голосовать за отсутствующих. И никакая критика такой их работы не возымеет никакого результата. Нет того вещества, которое могло бы это воспринимать. И ведь подобные вопросы отсутствия депутатов на рабочем месте не самые серьезные или ключевые для Чеорг Когенеша. Он уже перестал де-факто быть собранием народных представителей. Для него избиратели нужны только во время выборов. Так что своими действиями они превратили избирателей, как выражается Акрам Муртазаев, узбекский журналист, в электорат одноразового использования. При этом они над этим электоратом еще и издеваются в самой извращенной форме. Например, на нынешней трехдневной суперукороченной сессии отсутствующие депутаты успели выдать семь новых депутатских мандатов кандидатам, числившимся в списках разных партий. Те принесли сегодня присягу и сразу отбыли на каникулы до 4 октября. То есть работали депутатами полдня. Но будут в будущем числиться экс-депутатами, а до этого получат соответствующий классный чин и другие привилегии. Разве это не извращение? Места освободились потому, что некоторые депутаты участвуют в новых выборах. Поэтому якобы сдали свои мандаты. Они действительно сдали. Однако многие сидящие на сессии депутаты, а также сам спикер и два вице-спикера, тоже участвуют в выборах и своих мандатов не сдавали. Так что вся эта игра имеет смысл только для новичков, а также лидеров партии, которые когда-то включали их в списки, а теперь отдают долг. И разве подобное превращение Уркогенеша в проходной двор – это не извращение? Депутаты ушли на летние канюкулы в июле. Через пару недель как раз обострилась эпидемия ковида. Общество возмущалось, что власти не оказались к этому готовыми. Но Джоркогенеш стойко не собрался на экстренную сессию. Теперь он собрался и через два дня снова прерывают работу. Спикер заявляет, что это честно – не использовать во время выборов парламентскую трибуну для агитации. Наш извращенный ум изобретает все новые извращения. Это была программа о главном июле уя Нарен Айеп. Всего вам хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова